Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим про новинки Adobe Illustrator, которого анонсировали совсем недавно на Adobe Max. И уже в последней версии обязательно нужно обновиться до версии 28.0. У вас будут генеративные заливки и возможность перекрашивания при помощи нейросетей. Все, нейросети прочно вошли в нашу жизнь и теперь они у нас в основных программах тоже есть. Если раньше мы видели это только в Photoshop Beta, теперь мы видим это и в Adobe Illustrator, и в Adobe Photoshop в основных версиях. Но надо обязательно обновиться и работать только при подключении к интернету. Эта функция, это важно. Для России следует включить VPN, потому что пакет вы покупаете, у вас программа работает. Для того, чтобы работать на генеративные заливки, нужно, чтобы был включен VPN. Давайте посмотрим, что это такое. При первом открытии у вас сразу происходит ознакомительный момент, но я поскольку уже не первый раз открываю программу, я вам покажу, где находятся эти шикарные генеративные заливки. Окно, текст в векторный рисунок. Формат у них пока еще бета, но тем не менее работает оно уже прекрасно. И здесь есть четыре типа того, что может в векторе вам генерить непосредственно иллюстратор. При этом по умолчанию считывается стиль монтажной области, на которой вы работаете. И программа должна вам под это подстраивать. Четыре типа. Объект, сцена, значок и узор. Давайте мы с вами посмотрим, как это все работает и что мы можем с этим сделать. Начнем с первого. Это объект. И я попрошу программу сгенерировать мне, допустим, розу. Ну, давайте посмотрим. Не знаю, как он среагирует на эскизы. Цветок розы. Давайте так и попросим. Цветок. Притом по-русски пишу. У меня русифицированная версия программы. И прекрасно все понимает. Цветок розы на украшение. После этого создать бета. Соглашаюсь с руководством. Странно, я уже соглашалась. Почему-то он мне второй раз попросил это сделать. Это немножечко странно. Видимо, каждый раз при запуске программы будет об этом мне сообщать. И смотрите. Я прямоугольником обозначила зону. Соответственно, где будет происходить эта генерация. Попросила создать мне розочку. И вот смотрите, что мне создала программа. Так, это у нас управление. А это примеры того, как выглядит эта прекрасная роза. Если я выбираю, вот смотрите, я могу разместить, например, розу на платье. Если мне не понравилось, то другую. Или выбрать третий вариант. Если я понимаю, что мне ни одна из роз не подходит по каким-то причинам, я могу еще раз запустить генерацию. И еще раз она пойдет. Здесь нужно отметить такой момент, что генерации пока до 1 ноября будут бесплатно. После этого, есть это на сайте официальная информация, стоимость генерации будет равняться поинтам, кредитам. Они по-разному их называют. В зависимости от того, что вам требуется. Вот. И она будет, если у вас одна тариф, одна куплена программа, это будет 500 кредитов в месяц. А если у вас полный пакет, то 1000. То есть генерация будет вот этими кредитами ограничиться. Вот у нас с вами получилось. Смотрите, это у нас чистый вектор. Мы можем его разгруппировать и общаться непосредственно с кусочками изображения. Его как бы убирать. Мне немножечко напоминает трассировку. Я честно вам могу сказать, потому что вот по тому, как оно выглядит, оно действительно немножечко как трассировка. Но в общем и целом мы можем вот так это разместить, как будто бы у нас вот здесь будет пояс с розочкой. Это мы сюда добавили. Что еще мы можем сделать? Мы с вами создавали объект. Теперь мы можем с вами создать следующий вариант. Это сцена. Например, я сейчас выберу прямоугольником расстояние, какое я хочу. И давайте мы нарисуем розовый куст с милой скамейкой. Даем на генерацию. И это теперь будет генерироваться вариация сцены. Именно что-то такое ландшафтное, как пейзаж, как кусок какого-то там сада, ландшафта, это могут быть горы, озеро, она будет генерировать. И вот здесь я вам уже более детально покажу, как это все работает. Вот смотрите, вариант 1, вариант 2 и вариант 3. Оно сделано так, в своих пропорциях. Я могу выбрать тот вариант, который мне нравится или не нравится. Попросить создать новые вариации. Вот у меня получился, соответственно, скамейка и куст розы. Либо я могу попросить в этой сцене, например, эту же сцену мы добавляем. Выбираю, просто прямоугольником рисую фрагмент. Розовый куст. И арка я сейчас напишу. Арка. И попросим еще раз сгенерировать. Ну, просто мне не совсем понравилось то изображение, которое получилось. И мы сейчас это попросим переделать. Смотрим, что у нас получится. То есть у меня должна быть арка в виде розы. Вот она меня достаточно правильно поняла программа. Что приятно, генерится это все, соответственно, на русском языке. Вот смотрите, какая прелесть у меня получается. Я могу выбрать тот вариант, который для меня более актуальный. И уже как бы то платье, поскольку я работаю с эскизами, как правило, вот мы можем теперь эту всю красоту сгруппировать и перенести сюда. Поместить туда платье. Вот у меня уже платье в каком-то интерьере. Ну, по-моему, неплохо, да, смотрится. То, что я могу сделать. Что я могу, например, сделать и как это классно работает. Вот у меня есть такая прекрасная генерация. Я могу выбрать вот так кусочек и добавить, например, черный кот с розовыми глазами. Я просто стараюсь выдерживать одну стилистику. Естественно, вы можете создавать все, что угодно. Я пробовала другие генерации. У меня там был осенний лес и так далее. Не все понимает. Я когда общалась, например, с фотошопом, фотошоп, я его пыталась создать избушку на курьих ножках, не смогли мы с ним договориться об этом. Он не понимает. Вот. Черный кот. И надо в полный рост сидит. То есть не до конца. Не поняла меня программа, поэтому сейчас я по-другому задам запрос. Это вот то, кстати, о чем многие говорят, что правильно задавать промпты. Потому что ты никогда не знаешь на 100%, как тебя поймет нейросеть, потому что это, по сути, встроенная сеть в Adobe, которая это позволяет делать. Это все я делаю внутри Adobe Illustrator, чтобы вы понимали. Вот, смотрите, у меня появился кот. Он векторный у меня. И если я понимаю, что мне не нужен фон, я думаю, что вы догадаетесь, как это сделать. Мы просто уберем то, что у нас лишнее и оставим только кота. Какие у него усы розовые получились. Ну, в общем, все классно. Вот, сейчас мы это уберем. И останется у меня вот такой кот, которого я смогу посадить на лавочку. Это я вам показала только два типа генерации. Сейчас приближу, почищу картинку. То есть она полностью-полностью векторная. И можно, пожалуйста, работать, как вам нравится. Вот, усы немножко странно смотрятся, но все равно. Вот, у меня осталась группа, я из группы не выходила. И могу этого прекрасного кота посадить на лавочку. Вот он будет у меня здесь на лавочке. То есть вы понимаете, да, к изображению я могу догенерировать что-то. Либо вот здесь изображение, что-то разместить. Если, например, я понимаю, что по какой-то причине мне стилистика не нравится, я эту розочку хочу убрать. Вот, можно попробовать сгенерить то же самое, но не в виде... А вот здесь, смотрите, я сцену генерировала, у меня поэтому не получался код. Потому что я генерировала сцену, а нужно было генерить объект. Или можно попробовать сгенерить не объект, а можно попробовать сгенерить значок. Сейчас мы еще раз это сделаем, как раз вы хорошо увидите эту разницу. То есть простыми действиями я могу создать себе какую-то сцену, где что-то разместить и так далее. То есть для эскизов тоже это подходит, для оформления вполне. Вот, смотрите, у меня поменялось. Теперь я создаю не сцену, когда фона нет, потому что я фон обрезала, а теперь я создаю объект. Пожалуйста, я могу выбрать там кошку, которую нам тоже рядом посадить. Ну, если она мне нужна. Это я объект создала. А теперь на то же самое мы с вами создадим значок. Давайте я только создам розовый код. Ну, чтобы более нестандартная картинка была. Розовый код. И посмотрим, как у меня программа. Это я создаю тип генерации, значок. Вот здесь, смотрите, есть настройка. И вот то, что я говорила, сопоставить стиль с активной монтажной областью. То есть если у вас изображение каким-то образом стилизовано на активной монтажной области, то у вас программа автоматически это перетащит. Ну, не очень красиво у нее генерации. Розовый код сидит. Вид сбоку. Сбоку. Давайте посмотрим. Ну, мне не понравилась генерация. Я промт, запрос, который, ну, у меня русифицированная, здесь написано запрос. Я это меняю. Смотрим. Да, с розовым кодом беда. И за значком тоже беда. Но когда делаем значок, смотрите, насколько у меня получается упрощается графика. И если здесь, вот я хорошо как раз кода сохранила, если здесь у меня код такой более реалистичный, что здесь, что здесь получился, то здесь это более упрощенное. Ну, и последний номер. Я его ставила специально на потом. Значит, фон мы создали, здесь доработали, здесь вот цветочек и сделали. И помимо цветочка мы еще можем создать бесшовный прент. То, с чем у многих была проблема, теперь этой проблемы у вас не будет. Мы выбираем с вами узор и пишем узор из роз и бутонов с листочками. И просим сгенерировать. Сейчас вы увидите, какая прелесть у нас получится. Полноценная нейросеть внутри Adobe Illustrator. Ждем. Сначала она, видите, контуры генерирует и тоже мне выдаст три варианта генерации на то, как я создаю, соответственно, принт. Такой принт, такой принт или такой принт. После того, как мы выбираем тот принт, который нам понравился, я вам теперь покажу еще одну функцию, которую разработчики добавили и которая действительно многим упростит жизнь, станет легче с ней жить. Вот здесь вот у нас всегда с вами было перекрасить графический объект. Помните, такая великолепная штука. И вот она вот у меня уже всплыла. Генеративное перекрашивание. Оно находится вот здесь. Генеративное перекрашивание прямо рядышком. Никуда ходить не надо. Все, как говорится, в одном месте. Что для этого мы делаем? Сейчас я покрупнее сделаю, чтобы было лучше видно. У меня слетела штучка, да? Вот оно, генеративное перекрашивание. Что здесь мы предлагаем? Есть примеры того, как уже что-то покрашено. И здесь, например, лето у моря. И вам предлагается, как это будет смотреться в цвете лето у моря. Ну, что лето у моря? Скорее всего, там какая-то морская тематика. Вот, смотрите, предлагается цветовая врача. Если я понимаю, что мне это не подходит, давайте скажем, какой-нибудь бледно-розовый закат. Ну, что-нибудь такое. И сейчас она мне на мой запрос сгенерирует цветовые гаммы. То есть для тех, кому сложно объяснить, вот у меня там бледно-розовый закат. Естественно, осталось и это все. Мы можем здесь тоже крутить, но и при этом мы можем просто текстом описать ту гамму, которую мы хотим. Все, если нам понравилось, она у нас сживается. Вот мы получили print. И если мы понимаем, что нам нужно куда-то это употребить, мы можем выбрать какой-то кусочек, например, и сделать ему заливку нашими розами. Или вот, ну, на лифт, например. Давайте сейчас я лифт приближу и на чашечке войдем в изоляцию. Так, еще изоляция нужна. Ну, давай. Еще двойной клип и вот покрасим основные наши с вами чашечки. Естественно, оно все у нас залилось очень крупно, но как уже с этим работать, я думаю, вы знаете. Я просто хочу показать пример того, как это применяется, ну, по крайней мере, на одежде. Так, нам нужно трансформировать только узоры. Вот, сейчас мы сделаем 20. Вот у меня принт там полез. Вот. Ну, и, например, вот так мы это применили на лифе. Вот таким образом мы с вами создали все. Мы создали и красивую картинку. Заняло у меня это, как вы заметили, совсем немного времени. Раньше я рисовала это очень долго. Мы с вами создали прекрасное платье с заливкой, которая стоит на фоне розы. И даже вот эту картинку мы можем с вами генеративно перекрасить при помощи вот этих цветовых запросов. Ну, во-первых, появляется вот эта стандартная штучка с перекрашиванием, а во-вторых, мы можем сделать генеративное перекрашивание и, например, психоделическая светопроекция. И она мне сейчас весь этот объект перекрасит под эту вот психоделическую светопроекцию. Может быть, действительно, она будет и более актуальна под цветовой ганой, а может быть и не. Тогда нажимаю сброс и ничего не происходит. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вам такое обновление базового Adobe Illustrator, как теперь в нем работать и что с ним делать. Я напоминаю, что продолжаем с вами работать классически в Adobe Illustrator и рисовать эскизы и все это делать, потому что автоматически, естественно, пока это все не делается, но с принтами стало намного легче, они у вас сами создаются и вы видите, что это упростилось. Действительно, ну, вы все равно будете рисовать свои объекты и так далее, но здесь это все происходит. Все это можно использовать в коммерческих целях, и добрый иллюстратор это разрешил. И также можно и другие нейросети сюда подключать. Приглашаю вас присоединиться к моему вебинару по нейросетям, расскажу вам о нейросетях, которые есть не только в иллюстраторе, но есть еще и в других возможностях использовать. Ссылочку я оставлю под этим видео, пожалуйста, переходите. А это вот такая вот новинка, надеюсь, что вам понравилось и жду ваши комментарии. До скорых встреч, пока-пока!